Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Пономарёв и новостная колонка про ножи Night News. Часто говорю о том, что мне лично нравятся ножи с глубокой клепсой. Что бы сие значило? Это значит, что нож, который у вас есть с глубокой клепсой, садится в карман максимально глубоко. Когда вы его сажаете на карман, он совершенно не виден, видна только маленькая клепсочка. Обычно ножи типа Avista, Ontario имеют клепсу неглубокую, и нож вот таким вот образом торчит из вашего кармана, чем, безусловно, привлекает внимание. Кастомайзеры всего мира обратили своё внимание и на такую деталь ножа, как просто клепса. Как вы видите, глубокая клепса вот такого вот вида, это предмет маленького тонкого акцента на стоковый нож. Это не так дорого, как кастомизировать весь нож в принципе. Это интересный акцент для тонкого изменения вашего ножа. И, опять-таки, возможность утопить нож как можно более глубоко в карман. Они бывают титановые, бывают стальные, анодированные во все цвета радуги, с токсиками, с какими-то покрашенными фактурами и так далее. Вещь интересная, возможно, может быть изготовлена и вручную, но некоторые компании уже начинают это делать в серийном производстве. Мы все помним обычные клипсы на Benchmade, на Emerson, там, карбоновые, титановые, но они были обычные. А вот такая обратная, изогнутая клепса, которая сажает нож как можно более глубоко, начинает появляться широко только сейчас. Будет у кого возможность достать, я вам рекомендую. Лично для меня всегда эталоном выкидного фронтального ножа был нож Scar от Microtetcher. Я не знаю, почему так сложилось, почему именно он, а не, например, Infidel от Benchmade, или, например, тот же самый Makora от Microtetcher. Мне по душе был всегда вот этот старый Scar. Он был однолезвийный, с крепким клинком, внушал все-таки надежность. Я последний раз держал его в руках, ну хорошо, если года три назад. И тут вдруг вчера в интернетах натыкаюсь на вот эту фотографию. Кто-то, я догадываюсь кто, умудрился сделать его обоюдоострым, а на обух еще и вкрячить серейтер. По мне, так идеальное сочетание для вот этой вот выкидухи. Он перестал быть вот таким скучным и стал вот таким вот классным. Безусловно, может быть, этой фотографии лет 5-8, но я ее увидел только вчера. И я вам скажу, загорелся. Никогда не думал о том, что буду серьезно думать о том, чтобы купить себе Scar, тем более при сейчасшних ценах. Но, если честно, начал уже откладывать. Первый полтинник в копилку заложен. Дорогой мой друг Нажиман, не забудь нажать кнопку подписаться на канал Алексея Пономарева и будешь смотреть Knife News два раза в неделю. Безусловно, родоначальникам всех нудистов, не тех нудистов, а вот этих нудистов, ножей с титановой рукояткой и стальным клинком, или стальной рукояткой и стальным клинком, нудистами называют ножи те, которые не имеют других материалов ни на рукояти, ни на клинке. Железный рукоять, железный клин и желательно фреймлок на замке. Родоначальником, безусловно, является Сибенза от Криса Рива. Крис Рив выпускает эту Сибензу уже долгие-долгие годы. И все больше ножевых производителей пытаются залезть на этот Эверест. На ту самую гору, где плодятся нудисты. Качественные ножи с металлическими рукоятями и хорошими рабочими клинками. Сюда же посмотрела и компания Спайдерка. На днях нарвался на три подобных ножа. Это замечательных три нудиста. Они даже напоминают каким-то образом серию из Resilience, Tenacious и Persistence. Такая же замечательная серия. Большой, средний, маленький. Но от двух разных дизайнеров. Это моделька К2, Боуи и Течна. Боуи и Течна сделаны из той самой стали CTS, которую нам все-все-все обещает компания Cold Steel. А верхний, самый большой, сделан из стальки CPM 10V. Вот такущий порошок, я вам скажу. К2 самый большой. Дизайн Фарида Мера. Большой, тяжелый, со спусками от обуха. Наверняка великолепно режет. К сожалению, в руках не держал. Видел только на расстоянии полутора метров. И крепко поглядывал в интернете. Больно уж он мне нравится, но, видимо, для меня все-таки окажется большой. Свою коллекцию, наверное, не пущу. Боуи и Течна делал Марчин Слиз, тоже замечательный дизайнер. Стальные рукояти, тяжелые также клинки, спайдер-холл. Боуи я бы, наверное, себе на карман повесил. Течна, как и маленький персистенс для меня, предмет непонятный. Малышей от спайдерка, кроме Драгонфлая и Делики, я лично не воспринимаю. Вот такие хорошие нудисты, трое из ларца, одинаковых с лица. Хоть и от двух разных дизайнеров, но линейка, как вы видите, из них очень и очень достойно составляется. Кому доведется купить, рекомендую. Средний уж точно. Как у любого безрукого чувака с ножами, у меня нежный трепет вызывает постоянно тема о кастомизации ножей. Я только что сказал про клипсы, сейчас вам скажу еще об одном виде кастомизации, который не надо делать. Не смейте с ножами делать вот это. Человек взял вот такой спартан и умудрился вот так его, простите за выражение, изгавнять. Это не спада, это не вояджер и это уж 100% не спартан. Это бесплатный и неконтролируемый доступ к наждаку. Больше это никак не называется. Друзья, знайте меру. Вот так нож выглядеть не должен. А вот собственно и все. С вами был Алексей Пономарев. Ножевая колонка Knife News. Два раза в неделю. Во всех мониторах страны. Удачи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Удачи! Удачи!